Итак, всем привет, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за Японию в Кайзар Шизу. Если вы вдруг, ребята, еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас Рейхспакт Унижен, территории у них мы полностью забрали, у них, по-моему, буквально ничего не осталось в Азии, кроме Цейлона. Эти территории так и быть оставил им, потому что мы технических не успели захватить. Хотя, конечно, может быть и могли, в любом случае. Время Антанты, заберем мы у них здесь все территории, потом мы займемся Индией, возможно, в этой же серии. Планы, как видите, я морского вторжения уже накинул, будут сейчас наши войска туда направляться. В общем, с двумя техами, конечно, очень приятно нам готовить выставки. У нас уже и прокачена вот эта выставка, и я думаю, сейчас возьмем фокус, который у нас водное запережение уменьшает, ну, дает точнее. Качаем вот эту еще теху и просто можем бесконечность дивизий, наверное, высаживать. Кроме того, давайте посмотрим, сколько у нас еще, еще 7 можно морпехов сделать. Потихоньку надо будет формироваться уже третья армия морпехов, да, это жестко. Пропускается у нас сразу этот фокус, потому что, видимо, уже закончилась там война. И мы можем что сделать? Победа с видением, либо мир и реконструкция. И мы не можем сделать ту опцию. Почему-то мы можем, а мы можем пропустить эту опцию, я понял. Либо эту сделать, когда у нас вот эти фокусы есть. Ну, в точнее, вот эти сделаны кнопочки, но они не сделаны. Но цини уже не существует, поэтому это можно пропустить. А еще у нас Гавайи все это время не капитулирует. Держит нас в бесконечной войне. Давайте все-таки как-то сделаем что-то с этим. И мне говорят, что... А, я понял, почему нет у нас ничего. Потому что эти ребята не в нашем альянсе, поэтому не считается, что они наш союзник. Ну, они рано или поздно возьмут этот фокус. Может, они его сейчас, кстати говоря, и делают. И после этого они присоединятся к нам как союзник. А значит, в теории, наш фокус разблокируется, и я смогу пойти по мирной интеграции Китая. Ну, как интеграция? Это будет наш союзник, с которым мы будем доставать ресурсы. Но, в целом, я бы сказал, да, это мирная интеграция по сравнению с тем, что мы можем просто взять и захватить все. И 50 дней нужно, чтобы сделать КБ. Мы делаем, параллельно делаем вот эту кампанию, еще минус 10 потребления припасов. Наверное, я бы на фоне этого, кстати говоря, да и следовал бы саму поддержку. Здесь тоже еще будут неплохие минуса. Мы воюем все-таки в территориях, где с припасами часто проблемы. О, еще у нас есть вот этот концерт на 10% ресурсов. Давайте его переключим наконец-таки. И получимся еще больше ресурсов. Господи, мы просто все себе сами обеспечиваем теперь. А резина это вообще ужас, 2000. Думаю, наши самолеты можно добавить, кстати говоря, защиту резинную. Типа вот такого. У меня таким вывозом могила вырастет. Защита вырастет, радиус, вес уменьшен. В общем-то, все только хорошее. А резина у нас все равно, ну, бесконечность. А там ребята начинают войны. Я, в принципе, не против. Хотят начинать, пускай делают. И у нас все приказы готовы. Вроде как все дивизии на местах. Где-то только чуть-чуть не хватает припасов. Но это такая проблема не глобальная. Там, кстати говоря, мы даже видим. Да, потому что у них фритрейт. Они социал... Ну, в основном фритрейт на это влияет. Мы видим их спокойно фокусы. Это приятно на самом деле, хоть и не супер важно. Начинается у нас сразу боевость. Но как будто я не думаю, что хоть что-то они смогут нам противопоставить. И в одном регионе, на самом деле, покрасили они море в неприятный для нас свет. Только говорится, ну, вы поняли, что сделал это море. Давайте сделаем вот так. Сюда сейчас подъедем. Смотрите, как мы сделаем. Оба. И здесь зеленое. И теперь все начинают движение. Здесь также у нас выездка. Успешно сейчас. На западное и южное побережье высадимся. Здесь был мой план достаточно простой. Мы правильно начинаем атаку с этого направления. И не даем им сбежать, забирая единственный порт в регионе. Португальские здесь были микротерритории. Их уже, к сожалению, нет. К сожалению, для португальцев. А мы же, наоборот, радуемся, что освободили очередную азиатскую страну. И просто сейчас потихонечку будем освобождать Австралию. Кстати говоря, мы берем, судя по всему, без проблем. Там не было гарнизона. Такой хитрости они не ожидали от нас. Теперь у них здесь не будет снабжения. Здесь тоже гарнизонов нету. Видимо, не знаю, где у Австралии были дивизии. Но явно не в нужных местах. А может их просто практически нету. Кроме того, там на востоке у нас должны были быть выстрелы в Новую Зеландию. И они точно так же абсолютно успешны. Между делом, здесь забрали у них еще острова. И вот здесь вот тоже забрали у них острова. Все. Они здесь просто безоружны. Австралию ждет просто изоляция и капитуляция. И давайте-ка вот это теперь сделаем. Мир и реконструкция. Поможем им объединиться. Конечно же, под нашим абсолютным влиянием. Здесь нас позвали в войну. Потому что они, видимо, да, наконец-таки сделали фокус. Как удачно, что у нас здесь как раз имеется армия. Без проблем поможем им восстановить свободу китайского народа. Вот эти ребята тоже вот сюда отправляются. Тоже будут помогать сейчас быстро восстанавливать свободу. Кстати говоря, тоже выставка окончилась абсолютным успехом. Забираем здесь оставшуюся территорию. И здесь мы тоже не встречаем уже никакого сопротивления. Призываем всех здесь союзников в эту войну. Чтобы могли мы их с их территорией атаковать. И задаем сейчас, я думаю, клики здесь все. Входение с Сидне. Сейчас еще забираем Катберу. И, наверное, они капнут. Хотя могут еще подержаться. Но я полагаю, что да. Здесь тоже берем Тонсвиль. Здесь идем сюда, если вдруг они еще как-то продержатся. Но пора, пора капать. И нам предлагают отдать им вот эти вот территории. Здесь всякие квантрунги, не знаю. Чуть-чуть как какой-то скам. Нам нужны здесь какие-то базы. И вот, кстати говоря, так они к нам соглашаются в экономический лям зайти. А вот мы их капнули в Австралазию. Осталось лишь вот эти вот микротерритории забрать. И на этом, в принципе, такой страны больше не будет существовать. И я уже вижу, что они выйдут на путь, который нам не понравится. Вот сюда. Единственное, им надо как-то подавить нашу фракцию. Что, в принципе, как будто невозможно пока что. Потому что пока что, наверное, просто не буду это делать. Тут, наверное, сделаю проекты Монтецу, чтобы раскачивать у них популярность нашей партии. А мы добиваем последний остров в Австралазии, чтобы здесь точно не осталось никаких территорий. И что дадим им, наверное? Ладно, не все забрать. Немножко, немножко заберем себе. Ну так, казуальненько, казуальненько. Ну ладно, у нас либо купаться, либо вернуть. Так что мы, ладно, вернем. Ну и теперь, получается, готовимся к высадке в вот эту вот Индию. Потому что она, судя по всему, побеждает. И вот они наши кнопочки. Можно инвестировать в инфраструктуру. Делаем. В синтетику делаем. В промку делаем. Все обязательно делаем. Нужно поднимать популярность наших. Я мог продолжать дальше инвестировать, инфраструктуру им строить. Они там делали фокус, который еще поднимает популярность моей партии. Но они сюда. Они вряд ли смогут сделать вот этот фокус. Поэтому они продолжат делать вот эти все фокусы. А тут есть... Да, тут вроде как есть всякая поддержка нашей партии, наверное. Да. Три-три-ти. В теории они должны получить очень много влияния под конец. Другой вопрос. Могут ли они что-то с этим влиянием сделать? Или они просто будут бесконечно пытаться его убрать? Посмотрим. Здесь какое-то нереальное космическое количество конвоев. Я здесь 100 плюс с войсками. Видимо, всей толпой сюда они пытались войска завозить, но... Теперь не могут. Да, выставки готовы. И пол Парижа. С одной там и Леон. В общем-то, Франция. Все. Интернационал на этом моменте полностью погиб. Блядь, этот остров был ловушкой. С него нельзя выбраться. Это реально вьетнамская ловушка какая-то получилась. Ой, Делик капнула полностью. Прекрасно. Целся только, чтобы они добили вот этих ребят. И я просто возьму и захвачу их всех. А заодно у нас готов этот вот план. Достаточно скоро. Я думаю, мы все доделаем. И до Интернационал. Все. Произошел мир. Мы все ждем и ждем и ждем. Наверное, давайте сделаем сами КБ вот сюда. И одновременно с этим сюда и будем нападать. Еще один инцидент. Писатели, журналисты. Подпольная синекалийская партия. Но в основном их под пытками заставили признаться. Сдается реально плохо, это правда. Кажется говоря, мы почти доделали план Круга. 10 еще эсминцев и бафчик мы получим. На самом деле очень поздно. Но ладно. В любом случае, я думаю, можем еще перевооружить наши авианосцы все. Немножко линкоры. Какие-то навешать им бафы, радары. Вот это все. В принципе, польза от этого будет. И Германия идет на восток. Ну, господи, тут такая Россия, что даже ее жалко обидеть было бы, не знаю. Она очень грустная. Она все еще сломанная. А подожди, у них неужели... У них появились фокусы все-таки. Но, блин. Она все еще такая очень-очень грустная. Они, конечно, получили какие-то фокусы, но по ощущению, они все еще не могут что-то сделать. Ага, может что-то и делают. Не знаю. В любом случае, да. Они только-только что-то начали. У них вон все еще здесь дебафы, здесь дебафы. Тут дебафы. Тут проблемы. И да, смотрите, как они начали заглатывать наши фокусы. 72 популярности у наших ребят, которые нас поддерживают. Я думаю, все-таки что-то должно произойти. Но слишком много они берут наших фокусов. Наверное, должно быть какое-то, не знаю, около переворота что-то. Мы, конечно, от них бафы получаем. Ну и они получают тоже бафы. Наряду с такими серьезными дебафами, на самом деле. Хотя 25 капа это очень сильно. И там падение Москвы. Я не удивлен, в общем-то. Нас все еще не просят замириться. А мы получаем все снаряжение третье. Еще один фокус сделаем сейчас военной. И закончим, в общем-то, все эти решения. Может, там какие-то новые откроются. Если да, то было бы круто. Итак, закрываем теперь все эти решения. Больше ничего к нам не добавляется. Ну, слушайте, бафы, в принципе, неплохие. На самом деле, я бы сказал, очень даже приятные. Я вижу то, что мне не нравится. Германия начинает наше вторжение в Индию также. Нам нужно быть первыми. У нас все готово. Начинаем войну. Начинается без особых проблем битвы. Здесь и авиация наша работает, и наша прекрасная армия. Уже очень высококачественная. Также конвой сразу рейдим. В общем, полное доминирование на море, на суше и в воздухе. И наши морепихи сейчас также окажут... Да. Окажут, что такое настоящие суровые японские мужчины. Видите, даже не почувствовали они того факта, что они с моря атакуют, как будто по бурю они ходят своими ногами и просто спокойно все захватывают. То же самое у нас здесь. Берем сразу Калькутта. Просто с первого удара. И здесь. На бджете у вас не будет индусу, увы. Здесь просто самураи начинают жестко демократизировать Индию. Да. И вот у нас уже какое-то королевство здесь капнуло, но варскора у нас нету, поэтому мы забираем только микропровку. Вообще, концептуальный бафик, ведь мы сейчас просто заберем всю Индию здесь. И уже вон туда плывут также наши бравые ребята. Также готовы там все позахватывать и поддемократизировать. Напоминаю, ребята, у нас, если что, в Японии демократия. И пытки журналистов это неизвестное нам совпадение. Следующий кап происходит также достаточно быстро. Здесь бомбы берем без особых проблем. И отправляемся сюда. Сразу все выбиваем провинции абсолютно. Наши морпехи непобедимы. Я в них еще, кстати говоря, засунул огненные танки, но огнеметные. Так что, да, это жестко. Итак, бурятская комьюнити у нас падает. Стараемся зарашивать на самом деле победные точки, потому что я не думаю, что у них есть гарнизон на все это. Более того, наши дивизии с армором 2.6 не пробиваются какими-то вражескими дивизиями. Запах на. Все, и у князей мы полностью контролируем. Теперь остается добить бурятов. Вайпом армию, которая здесь вот оказалась в окружении. И тоже здесь идем по победным точкам. А вот и сразу моментальный кап. Прекрасно, мы сработали как надо. И вот бывшая жемчужина англосаксов теперь находится в наших руках. А самим им остается лишь радоваться тому, что они как-то смогли вернуть Британию. Хотя Британия, это уже не то, что прежде. Она вся в руинах. Ресурсов нету, колонии нету. Это лишь осколок былой славы. И ладно, давайте пойдем во фрукты лояльности. Я пригласил Непалу в нашу сферу капротстанья, а они взяли и отказались. Мы такое, конечно, осуждаем. А там на севере копнула Россия. Ну и блин, почему-то все еще нам нету ивента на то, чтобы замириться с Антантой. Возможно, это потому, что они вернулись в Британию, и там что-то сломалось. Но обычно мы должны получать ивент о том, что мы контролируем, а не сдаются. Поэтому я буду считать, что мы находимся в мире и сделаем вот этот фокус, который нам краски и нужно сделать. И все равно мы активируем миссию атаковать Российскую империю. И уже звучит не так интересно, потому что территории, которые нам реально интересны. Но максимум, может, Японии было бы интересно что-то там. Но как будто нет, здесь куча пустынь. Это уже очень далеко от наших территорий. Вся, вообще весь Тихий океан, даже ли теперь полностью нам. Индия принадлежит нам. Как будто это именно то, что нам и нужно. Идти куда-то дальше было бы, наверное, как-то не слишком по-демократически. И мы все-таки такая Япония, которая хочет освободить всю Азию и добиться демократии. Так что я думаю, можно считать, что мы это все сделали. Так что, пожалуй, с вами был Лабгай. Обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии, отпишите скорот бусты. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.